Привет всем, кто сейчас смотрит канал Хабар 24. В эфире репост интересных новостей. В сети сегодня достаточно, и о них расскажу я, Юлия Алатыпова. И начнем сегодня с темы, которую весьма активно обсуждали телеграмеры. Это выдача субсидий для поддержки животноводства салону красоты и СТО. И тут бы пору спросить, что? Вот телеграм-канал Орда пишет. В сфере субсидирования сельхозтоваропроизводителей имеются высокие коррупционные риски. Фиксируются факты нерационального использования бюджетных средств, что подтверждается многочисленными жалобами фермеров и следственно-оперативной практикой. Как оказалось, в сфере животноводства выявлены факты двойного субсидирования и раздача субсидий без наличия необходимого поголовья и подтверждающих документов. То есть субсидии выплачивались людям, которые не являются сельхозтоваропроизводителями. В Туркестанской области более 800 миллионов тенге предоставили более 200 организациям и предпринимателям, которые не имеют отношения к производству сельхозпродукции. Деньги получили салон красоты, фарм, компании, предприятия, аккредитованные в сфере аренды и недвижимости, ремонта автомобилей и так далее. Там что, вообще всем решили раздать субсидии, предназначенные животноводам? Нет? Ладно, к другим темам. Инстаграм-паблик «За нами уже выехали» рассказывает про любителей чаепития. Карагандинская прокуратура заказывает себе два чайных сервиза почти за 268 тысяч тенге, то есть каждый по 134 тысячи. Информации о лотах мало. Известно только, что речь идет о сервизе на 12 персон. Такой файп-клук по-карагандински. Сумма вроде и небольшая, но инстаграмеры считают, что для сервиза как-то дороговато. А телеграмеры шутят, что прокуратура могла разработать новый способ воздействия на подозреваемых с помощью чайной церемонии. Теперь с чашечками чая будут вымывать признательные показания из особо опасных коррупционеров. На что только следователи не идут. На очереди рубрика «Антилайфхат года» от телеграм-канала журналиста Казачкова. Сегодня в нашей коллекции нечестных на руку простой бухгалтер дома школьников, по зернышку таскавший из своей организации денежку. За 7 лет почти 52 миллиона. Просто оказалось, что при приеме на работу женщине пообещали со временем повысить зарплату. Но после объяснили, что денег у предприятия нет. И тогда главбух решил этот вопрос самостоятельно. Взяла все в свои руки. Главный казначай Алматинского дома школьников в течение 7 лет выплачивала себе незаконные прибавки к зарплате. И единственный вопрос, оставшийся без ответа. А точно руководство не всеми? А сейчас новости, которые возвращаются в нашу жизнь, как бы мы этого не хотели. В общем, здравствуй, школа. Ну и все, что с ней связано. В уроке музыка казахстанских школьников может появиться новый раздел. Подробности дает канал Барымтач. В школах могут учить играть на домре. Программа обучения детей, начиная с 6 класса, проходит экспертизу, а после будет отправлена во все организации образования. И при наличии необходимых ресурсов учащиеся данных классов могут выбрать одну из двух опций в содержании предмета музыка. Пройти обучение по существующей программе или курс по обучению домбре. Сетевики, конечно, задачены. А как быть тем, у кого проблемы со слухом и даже на уроках музыки они песни речитативом читают? Ну или ребенок мечтает играть на кобызе, а тут домбра. И главный вопрос, за чей счет будет покупка народного инструмента? Сетевиков успокоил официальный комментарий представителя Академии образования. Инициатива не означает, что все максимально быстро перейдут к изучению этой дисциплины. Все будет зависеть от желания самих учеников и от готовности ресурсов школ. А об умении подготавливать систему образования в Казахстане к чему-то новому все и так знают. А вот история о парне, который в школе на Домбре не играл, но это не помешало ему добиться музыкального успеха. 21-летний житель Уральска стал чемпионом мира по битбоксу. Историю успеха рассказывает телеграм-канал Тингистан. Чемпионат проходил в три этапа. Естественно, онлайн. Эльдар обыграл битбоксеров из Японии, Чили и Южной Африки. И в финале выиграл со счетом 5-0. А как вы влияете на инфоповод? Мы завершим выпуск сообщением от телеграм-канала новости Петропавловска и СПО. Карантин снизил количество автоугонов в Казахстане. На севере страны с начала года вообще угнали всего два автомобиля. Правда, другие транспортные средства у автоугонщиков теперь стали более популярны. Вот так самокатчики взяли риски на себя и отвели угрозу от автомобилистов, шутят комментаторы. В соцсетях есть еще много интересного. Заходите и читайте. Субтитры создавал DimaTorzok Дубрика Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok